МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Перспективы города железнодорожников. Как в Канаше развивают инфраструктуру? Занятость за колючей проволокой. В исправительных колониях продолжают наращивать объемы производства. В прорубь с головой православные верующие отмечают Крещение Господне. По всей стране верующие отмечают один из самых почитаемых православных праздников – Крещение Господне. По традиции Ордане прорубили и на Волге. Прошедшей ночью сюда пришли сотни жителей столицы. В Крещенскую ночь столбик термометра опустился почти до 20 градусов. Но сильный холод не остановил желающих окунуться в освещенную воду. Крещенские традиции не меняются веками. Истинно верующие соблюдают весь ритуал. Пост исповедания, а лишь потом в прорубь. Многие люди ограничиваются купанием. И хотя температура, мягко говоря, бодрила, люди не торопились сразу уходить в теплые помещения. А спокойно стояли, беседовали и даже фотографировались. Вот, а тюкать? Горячая. Горячая. Супер, всем желаю. Скупаться в проруби. Вот, а тюкать? О, классно. Для здоровья. Желающих окунуться в Святую Иордань в столице республики традиционно много. Машины подъезжали одна за одной. Чувствуешь как бы эйфорию какую-то? Как будто заново рождаешься. Первый раз купаетесь? Нет, 6 лет. Уже 6 год. Вместе со взрослыми в крещенскую прорубь окунались и дети. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Первый раз купаешься? Да. Переваряла страх. Не устояла и тоже окунулась в прорубь наша коллега. Корреспондент программы «Республика» Елизавета Зайцева. Это хорошо. Вата теплая на самом деле. На душе спокойно и тепло. Боже, благодать. А кто еще не успел окунуться в освященную воду, но желание есть, может это сделать до 21 января. По республике подготовлено 116 купелей, мест купания. На данных купелях дежурит, обеспечивает безопасность, правопорядок более 500 человек. Это и сотрудники МЧС, поисково-спасательная служба, медицина, скорая помощь и правоохранительные органы, сотрудники полиции, конечно же. И все же не стоит забывать, что окунаться по состоянию здоровья показано не всем. Поэтому можно просто умыться святой водой из Ордани. Это и станет очищением души и тела. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Сергей Адушкин. 21 января 1906 года вышел первый номер первой газеты на чувашском языке «Хыбар». Сейчас, спустя 112 лет, в республике зарегистрировано уже 124 СМИ на русском и чувашском языках. И сегодня их представители отметили профессиональный праздник – День чувашской печати. Мы находимся во дворце культуры имени Ухса. И вот вы видите, что сзади меня работают наши коллеги из ГТРК Чувашия. Вокруг очень много журналистов из газет и других СМИ. Обычно таким составом мы собираемся, чтобы освещать какие-то крупные важные события в нашей республике. К примеру, Чебоксарский экономический форум. Но сегодня я и мои коллеги совмещаем приятное с полезным. Мы работаем на нашем профессиональном празднике – Дне чувашской печати. Так уж сложилось, что несмотря на официальное название, праздник этот отмечают не только журналисты газет, но и все, кто имеет отношение к любым СМИ. Способы донести информацию до населения у нас разные, а суть одна. Журналист, я всегда говорю своим ученикам, которых у меня в свое время было достаточно много, это как полупроводник. Чем чище, тем меньше искажение сигнала, тем более правильная доходит информация до человека, который в ней нуждается. А вот за что больше всего работу свою любите? Наверное, за то, что можно реально помочь людям. О событиях может рассказать любой человек. Но журналист должен о событиях рассказать так, чтобы остальные начали над этим думать и задумывались. И все-таки среди чувашских СМИ большую долю сейчас занимают именно печатные здания. Однако ряд специалистов полагают, что осталось существовать им недолго. Мол, все перейдет в электронный вид, и праздник придется переименовать. Может быть и так, но точно не в ближайшем будущем. Электронные издания для молодежи. У нас в районе, в населенных пунктах проживают в основном пенсионеры и люди зрелого возраста. Но они, конечно же, после работы берут в руки, в свои руки газету и интересуются, о чем пишет районка. Как и наша съемочная группа, большинство журналистов на праздники работало. Вечером выдавать материал. Так что развлекать такую аудиторию организаторы решили с пользой для производства. Как говорят на телевидении, чтобы картинка была. Скажите, вы сейчас в роли кого? Как себя чувствуете? Ой, вообще просто замечательно. Намеренно сюда пришли. Потому что вот этот образ, он, наверное, по энергетике внутренней абсолютно соответствует главному редактору печатного издания. Я так думаю, что такая какая-то хлебородная женщина тут, судя по всему, да? Нет? Нет? Ошибаюсь, да. То есть мы несем не в буквальном смысле хлеб, мы несем хлеб информационный. Поэтому очень хотелось вот сфотографироваться на этом стенде. Выйдя на сцену, глава Чувашия, хорошо знакомый со спецификой работы телевизионных операторов и фотографов, сразу понял, что не хватает в зале тем, кто освещает события. Освещение можно? Зал. А то я не вижу наших друзей-журналистов. Спасибо. Так, уважаемые журналисты, издатели, полиграфисты, искренне поздравляю вас с Днем Российской и Чувашской печати. В День Чувашской печати, по традиции, лучшим вручали награды и подводили итоги. Для национального телевидения главным достижением прошлого года, пожалуй, стал выход на спутник. Теперь смотреть наш канал можно в любой точке России. Ольга Пырычкина, Россий Мухаммедов, Республика. Уголовно-исполнительная система Республики продолжает развиваться. Итоги работы ведомства подвели сегодня на расширенной коллегии. Сейчас вовсе не делают ставку на занятость осужденных и развитие производственного комплекса. До конца года здесь намерены существенно нарастить объемы. О ключевых цифрах и задачах в сюжете Дмитрия Ковалева. Сейчас только в колониях и СИЗО Республики заключены под стражу или отбывают сроки более 7 тысяч человек. Не столь отдаленные места находятся под надежной охраной. И это подтвердил прошлый год. Сотрудники УФСИН не допустили нарушения порядка. Оперативная обстановка в нашем управлении за 2017 год оставалась достаточно сложной. Но вместе с тем управляемой, контролируемой. И мы можем отметить, что стабильность оперативной обстановки не позволила нам допустить особо учитываемых преступлений. Сорегистрировано, так правильно сказать, у нас за 2017 год 18 преступлений. Для осужденных, готовых трудиться, в УФСИНе продолжают создавать новые рабочие места. Сейчас они приносят пользу и городу. Спецконтингент регулярно направляют на благоустройство улиц. Мы сейчас привлекаем наших осужденных, которые содержатся в колонии и поселениях, для работы на таких предприятиях, как УАО «Чебоксарский агрегатный завод», акционерное общество «Желинстрой», «Дорекс». В УФСИНе встали на путь самообеспечения. К примеру, в «АллатРе» сейчас сеют зерновые культуры, выращивают овощи и разводят скот. Произведенную продукцию поставляют в пищеблоке колоний всего региона. В ведомстве развивается и промышленный сектор. Осужденные шьют одежду, выпускают строительные материалы и даже автоприцепы. Прибыль, я посмотрел цифры, с ростом идет на 20%. Вы находите новые заказы и продвигаете свою качественную, выпущенную продукцию. Это важно в целом и для экономики Российской Федерации. Я помню, цифры там около 600 миллионов рублей, и с каждым годом эта динамика у вас растет. Сейчас в исправительных колониях республики выполняют заказы и для крупных корпораций. В ведомстве прогнозируют, что по итогам этого года объемы выпуска продукции приблизятся к миллиардному рубежу. Ключевая задача – продолжить работу по трудовой адаптации осужденных. Освободившись, они должны быть готовы к постоянно меняющимся реалиям. Медрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Канаш строится, опасений нет. Как обстоят дела, на месте выяснял вместе с журналистами министр экономического развития и торговли Владимир Аврелькин. Напомним, 22 декабря 2017 года в рамках наблюдательного совета Фонда развития моногородов было принято решение о возобновлении финансирования Канаша. Работы по строительству объектов инфраструктуры ведутся полным ходом. Индустриальный парк возводят на окраине Канаша. Почти 380 квадратных метров приспособят для размещения новых производств. Строят будущую промышленную площадку буквально в поле, поэтому в первую очередь проводят коммуникации. Водоснабжение, водоведение, К2, К1. Все они здесь? Они положены уже? Вот здесь положены. Поэтому по этой ветке проложены. Предусмотрены здесь инженерные сети, локальные очистные сооружения и электроподстанции. На последнюю уже претендуют строящиеся заводы Канаша. Энергетики вносят последние изменения в проект и на следующей неделе за дело возьмутся строители. Серьезная потребность в энергетике. Поэтому даже строящиеся заводы у нас забирают, которые сейчас уже есть, не эфемерные какие-то, а сейчас уже есть, почти всю энергетику, которая будет построена. Это 25 мегаватт. Барьером на пути строительства стали грунтовые воды. Их приходится откачивать из котлованов. Они же мешают завершить и дорогу, которая соединит технопарк с федеральной трассой А-151. К сожалению, мы планировали завершить сдачу объекта в эксплуатацию еще в 2017 году. Но поскольку в ходе исполнения дороги возникла сложность в плане пересечения русла речки, небольшого рычага, то необходимо было внести изменения в корректировку проекта. Водопропускное сооружение обещают спроектировать до февраля. А пока нагрузку терпят канашские дороги. Вся грузовая техника до индустриального парка едет через город. На новую 4-х километровую дорогу Аниш выделили 156 миллионов рублей по программе финансирования моногородов. Почти в два раза больше средств 320 миллионов направлено на реконструкцию очистных сооружений канаша. 90 миллионов – это основные строительные работы. В смете сидит 160 миллионов примерно до оборудования, которое придет после того, как завершим строительную монтажную работу. По графику ведутся сейчас монолитные работы, где заливаются вот эти чаши ванны, где будут стоги храняться. По технологиям очистки консультации дают специалисты биологических очистных сооружений. Их методики сегодня одни из самых передовых в республике. К лету планируют завершить все основные работы на объекте. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика. Верховному суду Чувашии сегодня исполнилось 95 лет. С юбилеем судебный корпус поздравил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Стражи закона, профессионалы своего дела, гаранты стабильности в регионе. Все это о тех, кто сегодня отмечает важную дату в истории правосудия. Верховный суд Чувашии занимает достойное место в судебной системе РФ. В коллекею работают высококвалифицированные судьи и специалисты, имеющие большой практический опыт. Они достойно выполняют поставленные задачи на основе закона, принимают решения, играющие судьбоносные значения. За 95 лет в архивах Верховного суда Республики накоплены тысячи томов дел. Нынешние вершители закона не забывают о профессиональном опыте коллег-ветеранов. Но и постоянно совершенствуют систему судопроизводства. Представители судейского корпуса всегда отличали принципиальность, честность, верность гражданскому и служебному долгу. Сегодня Верховный суд активно претворяет в жизнь судебную реформу, повышая качество работы судов, формирует эффективную судебную практику по рассмотрению наиболее сложных дел. Выражаю вам признательность за самоотверженный, ответственный, неустанный труд на благо Республики и нашей любимой России. На Пехтулинской свалке в Чебоксарах продолжается рекультивация. Сейчас идет так называемое формирование тела полигона. Ежедневно на полигоне работают 48 единиц различной техники, укатывают склоны. Переработано почти 500 тысяч кубометров отходов. Уложен слой геотекстиля и слой шлакового щебня. Рекультивация проводится в соответствии с федеральным проектом «Чистая страна». Комплекс мероприятий позволит вернуть в хозяйственный оборот более 30 гектаров земель и улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Чебоксарах, Новочебоксарске и ближайших деревнях Чебоксарского района. Работы обещают завершить в 2018 году. Незаконно выписывал себе премии на общую сумму в 700 тысяч рублей. Бэтом признали виновным бывшего начальника столичного управления экологии. В феврале 2014 по март прошлого года мужчина, занимая вышеуказанную должность, незаконно премировал себя на общую сумму около 700 тысяч рублей. В частности, он издавал приказы о единовременном поочерении себя в связи с празднованием Дня защитника Отечества, Дня ЖКХ, а также по другим основаниям, которые не предусмотрены действующим в учреждении положением об оплате труда. Кроме того, он выписывал себе премии в завышенных размерах, что также нарушает требования локальных формативных актов. Таким образом, Управлению экологии города Чебоксары был причинен ущерб на указанную сумму. Осужденный в ходе следствия в полном объеме возместил сумму незаконно полученного им дохода. Ему назначено наказание в виде одного года девяти месяцев лишения свободы условно. Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Минобразования Чуваши начинает новый проект наставничества. Каждому молодому человеку, вступающему во взрослую жизнь, нужен старший друг, который поможет поверить в себя и поддержит советом. Особенно важно это выпускникам интернатных учреждений. Найти для них наставников задача благотворительного фонда «Это чудо» и национального телевидения Чуваши, которое присоединяется к проекту. Начиная с 21 января, еженедельно по воскресеньям мы будем показывать видеоанкеты ребят, которым нужны наставники. Первые, с кем мы познакомились, юные художницы Саша и Вика. Сестры очень дружны, но хотели бы, чтобы у них появился новый друг. Взрослый друг, который будет меня поддерживать в трудную минуту, в сложных жизненных ситуациях, который мне скажет «Я в тебя верю». Смотрите первый выпуск программы «Мой новый друг» 21 января в 20.00 в эфире национального телевидения Чуваши. Вечер субботы обещает стать приятным для всех ценителей хорошей музыки. В столице Чуваши состоится концерт известного музыканта Алексея Балашова. Он будет выступать вместе с нашим камерным оркестром. Юлия Важенина отправилась посмотреть, как проходит репетиция. Он появился за 3000 лет до нашей эры. Первые его иллюстрации нашли еще в Древнем Вавилоне. И он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый сложный музыкальный инструмент. Говорю я о предке Габоя. Со времен барокко композиторы считали его самым лучшим сольным музыкальным инструментом. Они ценили его за выразительное звучание, сильно напоминавшее человеческий голос. Инструмент с необычной и долгой историей. Он обладает нежным и ласкающим слух, звуком. Габой по праву занимает одно из главных и значимых мест в оркестре. Бах, Гайден, Моссарт, Шуман. Без Габоя сложно представить многие произведения этих великих классиков. Он очень сложный. Очень сложный и механизм. Но еще особенность Габоя – это, безусловно, трости. Мы играем на тростях, которые тоже все время меняются в зависимости от погоды, от каких-то погодных условий, от влажности, от сухости. То есть очень капризные именно и трости, и сам инструмент. Виртуоз Габоя – так называют в музыкальном мире Алексея Балашова. Вот уже 21 год он не выпускает Габой из рук и не представляет себя с другим инструментом. Габой – это просто, можно сказать, продолжение меня. Это мой самый любимый инструмент. Ничего ближе для меня нет. И этот инструмент абсолютно удивительный. Он удивительен тем, что он как бы подражает человеческому голосу. В репертуаре у Алексея около 300 сочинений, написанных для Габоя от музыки барокко до современных авторов. Вивальди, Альбинони, Марчелло и Беллини. В эту субботу ценителей ждет итальянская музыка. Музыкант исполнит и знаменитые произведения Паганини Габоя Антонио Паскулли. Они сложны тем, что автор при их исполнении использует прием перманентного дыхания, одновременно вдыхая и выдыхая, создавая ощущение непрерывного звучания. К решению проблем со здоровьем надо подходить комплексно. В этом уверены специалисты медицинского центра медклиника. Он уже больше полугода работает в Чубаксарах. Репортаж о центре смотрите далее. А я Ольга Панула с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чубаши. Наталья Хлезунова обратилась в центр медклиник в октябре. Ее беспокоил лишний вес, повышенный холестерин и общее состояние организма. Спустя три месяца Наталью не узнать. Вес снижается. Много? Ну, уже минус пять есть. Пока что. Хотя бы еще столько же. Все хорошо. Мне кажется, что все хорошо, все отлично. Давно известно, что лишний вес ведет к развитию многих заболеваний гипертонии, сахарному диабету и шимической болезни сердца и с функцией многих органов. Ранняя диагностика возможных нарушений в организме и профилактическое лечение заболеваний – основа работы центра медклиник. Программа лечения подбирается индивидуально и только после 3D-диагностики. Мы оздоравливаем организм по американским разработкам. То есть лечим структуру тела, лечим эмоции. То есть с нашим каждым клиентом работает психолог. И лечим обменные процессы, биохимию человека, нормализуя с помощью рекомендаций диетологов. Александр Шурбин сегодня пришел в клинику в первый раз. Его беспокоят боли в позвоночнике. Я обратился в медклинику. По проблеме у меня две грузы на спине. То есть опорный двигательный аппарат получается. И вот предложили комплекс лечения. Время посещения подбирается удобное для пациентов. В перечне процедура – прессотерапия, лимфодренажный, вакуумно-роликовый и лечебный массаж. Они уменьшают отеки, подтягивают кожу и укрепляют сосудистую стенку. Криолиполис уничтожает жировую прослойку, а процедура миостимуляции еще и омолаживает, улучшает кровообращение и восстанавливает после травм. Свои рекомендации дают эндокринологи, косметологи и диетологи. Программа получается индивидуальная. Например, кому-то нельзя одни процедуры, кому-то другие нельзя. Поэтому мы, исходя и после обследования, только назначаем определенный курс лечения. Клиника работает в нескольких направлениях. Здесь лечат заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, венозную недостаточность и занимаются коррекцией веса. Нравится очень ЛПГ, массаж хороший. Ручной хороший массаж здесь очень делают хорошо. И ЛПГ тоже процедура очень нравится. Милостимуляция. Чувствую себя прекрасно. И не только я. И окружающие тоже. Специалисты клиники уверены, что красота и здоровье неразделимы. И готовы помочь в решении многих проблем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова